В Риге 16 марта снова прошло шествие памяти легионеров в Вафен СС. А как реагируют международные организации на такое реческое шествие? Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2023 года, то есть совсем недавно, по борьбе с героизацией нацизма, решительно осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью в докладе 2018 года повторяет свою рекомендацию латвийским властям осудить все попытки увековечить память людей, воевавших в рядах Вафен СС и сотрудничавших с нацистами. Резолюция Европейского парламента 2018 года о росте неофашистского насилия в Европе решительно осуждает факт, что каждый год 16 марта тысячи людей собираются в Риге на День Латышского легиона, чтобы почтить память латышей, служивших в Вафен СС. Этот пункт был внесен в Европейскую резолюцию благодаря нашему евродепутату Татьяне Жданоку. В конце января этого года Татьяна Жданоку в Европарламенте организовала конференцию о Холокосте в Латвии и возрождении неонацизма. Эта конференция была отменена в самый последний момент. Я рассказывал об этом ранее. Также Татьяне Жданок, которая выступала в январе этого года с трибуны Европарламента и говорила о том, что в Латвии создан 40-минутный фильм для школ о героизации региона СС, и этот фильм демонстрируется в школах, не дали закончить свое выступление, отключив микрофон. В моем капитале, Рига, Латвийский легионный день, который праздновал до сегодняшнего года. В целом, фильм «Рероизирующие легионеры», предполагает в позитивном смысле Фридрих Экин, который был командир здесь в Латвии и экзекутор. Это сделал Роберт Зилы, замещавший в тот момент председателя и являющийся депутатом как раз от партии «Национальное объединение», руководители которой и создали этот фильм. Может быть, и вашим детям его уже показали. Поэтому рассказывайте своим детям историю 20 века. сами рассказывайте. И почаще заглядывайте в современные учебники истории, если они есть у вашего ребенка. Пусть наши дети знают настоящую историю, а не ту, в которой героями становятся преступники.